Ну что, дорогие друзья, рада вас приветствовать на сегодняшней лекции. У нас в гостях легендарный человек. Все вы, конечно, его знаете по телевизионным программам, передачам, книжкам, лекциям. И просто даже потому, что вот есть такая комета, которая носит имя Клима Ивановича Чурюмова. Правда, еще и Светлана Ивановна Герасименко. Но сегодня у нас Клим Иванович в гостях. Клим Иванович директор Киевского планетария, доктор физико-математических наук. Он является членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины. Он является действительным членом Нью-Йоркской академии наук. Он является профессором университета имени Шевченко Киевского. И наш большой друг, много лет в астрономии, все на нем выросли, что называется. Поэтому я очень счастлива, надеюсь, что вы разделяете мои такие вот чувства, что сегодня Клим Иванович вот нашел время, нашел возможность приехать и пообщаться с нами, повстречаться с нами, рассказать много интересного и ответить на все наши вопросы. Давайте мы поприветствуем, поддержим Клим Ивановича. И, пожалуйста, Клим Иванович, мы вас готовы слушать. Спасибо. Добрый вечер всем. Очень приятно видеть истинных любителей астрономии. Ну, я в Московском планетаре не первый раз. Ну, давно, это было лет 30 назад, когда комета Галея блистала на небе. Ну, правда, не очень она в том появлении. Но весь мир тогда был взбудоражен, потому что шесть аппаратов космических были направлены для исследования этой кометы. Я приезжал сюда регулярно, каждый месяц примерно в течение трех лет. И вот выступал и в Московском планетарии, вместе с Дмитрием Леговичем Мартыновым и другими. Вот, и даже у Капицы Сергея Петровича, да. Вот, я выступал на очевидном юриатном, но там по комете Галея. Сейчас пришло время, и когда стали исследовать комету, которую открыли вот мы непосредственно со Светланой Ивановной, кометой Чурюмой и Герасименко. Миссия, как вы знаете, завершается. И завтра уже, так сказать, будет поставлена точка, то есть где-то по московскому полтретьего, так, в три часа будет произведена в реальном масштабе. Даже это в интернете будет демонстрироваться, Европейское космическое агентство, и можно найти и смотреть, как это будет происходить. Ну, будет орбитальный модуль опускаться, его, значит, скорость его погасят до 0,5 метра в секунду. Вот филы падал со скоростью 1 метр в секунду и, конечно, подскочило. Вот это, наверное, может более мягко, но тоже может подпрыгнуть, перевернуться. Было бы неплохо, если она стала вертикальной, чтобы панели были там в удобном положении, солнечные. Тогда в следующем появлении можно было еще раз ее включить и аппаратуру задействовать, так сказать, запитать. И можно было кое-что там увидеть на том месте, куда она сядет, или, некоторые говорят, она ударится, разобьется. Но постараются ее все-таки посадить, будем надеяться. Ну, я знаю, что вам тут и так хорошие лекции читают по кометам, и вы уже, так сказать, знаете много о кометах. Очень хорошие лекции читает такой лектор, как Володя Сурдин. Это выдающийся лектор, он здорово, конечно, рассказывает, и его послушать одно удовольствие. Ну, и спасибо, вот, Ванне Борисовне, что она пригласила меня на такое историческое, как бы, событие, закрытие. Завтра уже вершение этой миссии. И хочется немножко, как бы, поделиться, рассказать. Ну, конечно, все невозможно, но очень некоторые вещи интересно будет послушать все. Ну, начнем. Вот эта комета, одна из ярких комет, которую еще можно было видеть в 2007 году. Ну, в южном полушарии, правда, в северном полушарии, это комета Макнота. Ой, а что это украинское? Вроде бы я все исправил на русский язык. Значит, это была комета очень красивая, видите, какой у ней хвост такой, павлиний хвост. Вот, это, такие кометы бывают редко, ну, раз в 10 лет появляются. Это вот такие, как бы, называются стрии, или раньше называли синхроны, то есть выбросы вещества одновременно из ядра. И вот они, конечно, образуют такие полоски. Но на самом деле это не совсем правильно, потому что они должны были пересекаться, как бы, точно в ядре. Ну, видите, куда они направлены. Вот некоторые тут можно как-то провести вот эти. Да. Так что это еще загадочное, довольно необъясненное. Вероятнее, все это пылевая плазма. Ну, это мы не будем. Ну, комета, вы видите, комета это и называется, потому что это в переводе означает хвостатый. Думали, что хвост — это главное в комете. Но это вторичное явление. Главное, квинтэссенция — это небольшое ядро, всего там 1-10 километров. Ну, бывает и побольше. Ну, это редко. В среднем вот такие кометы. Ну, вот китайцы давно наблюдают. Три тысячи лет тому назад они составили такой каталог на шелковых таких полотнищах. Вот такая книга была, учебник кометных форм. Они рисовали всякие формы и говорили, что каждая форма отвечает за какое-нибудь событие на Земле. Ну, какая-нибудь, например, вот такая форма, там, скажем, за пожары на Земле, за наводнения. В общем, таких было десятки разных типов комет. Каждая форма, которая когда появлялась, сказали, вот будет то-то, то-то. Ну, это, конечно, совсем не связано. Это все, так сказать, выдумки были. Но, тем не менее, вот такое интересное отношение к классификации комет появилось еще за три тысячи лет до нашей эры. Ну, вот комета Галлея, она в 1986 году появилась у нас в 30-й раз. И мы ее наблюдали. Весь мир, все обсерватории. Это была, конечно, можно сказать, славная такая совместная работа всех астрономов, получено очень много интересных результатов. Ну, все было связано с тем, что комета – это как некоторая человеческая история. Появляется комета Галлея, и что-то происходит на Земле. Конечно, не связано с кометой, но всегда какие-то интересные события. И вот Джота, например, считал, что комета появилась во время рождения Христа. И вот это изображение кометы Галлея. И действительно, если волхвы видели что-то на небе, они видели комету, которая как стрелка показывала направление. Потому что если была просто звезда или планета, она просто не может указывать направление. А вот хвост, как стрелка, и Джота запечатлел комету Галлея, как Вифлеемскую звезду в 1310 году. Ну, вот это Вифлеемская звезда. Ну, вот наш киевский князь Вещелех. Вот он как раз умер в год появления кометы Галлея. Комета Галлея появилась на небе. Причем две кометы было. Яркие кометы. Одна из них комета Галлея. Это мой снимок, сделанный в 1986 году. Это наша обсерватория киевская, где были охотничьи угодья Вещелеха. Именно здесь он наблюдал эту комету. А волхвы ему сказали, что ты умрешь от змея. Но не от змеи, которые сроду не водились здесь, на этой горке, а от небесного как бы. И действительно, Вещелех. А вот про змею, что он наступил на череп лошади, и змея выползла, выжалила. Это, конечно, легенда. Точно такая же для всех французских королей. Тоже были написаны подобные легенды, что король Хлодвиг или еще Пипин Короткий наступил тоже на лошадь, и змея укусила. Волхвы там французские предсказывали ему такую смерть. Это все выдумка, конечно. Никаких случаев таких и не было. Может, конечно, и кусали людей змеи, выпавшие из конских голов. Но совсем не связано это с князьями. Так что здесь совсем другой змей, небесный змей. Волхвы сказали, вот будет знамение на небе, и ты умрешь. Когда он увидел, ему стало плохо, и он скончался. Вот истинная история, как вещий олег погиб. Вот это наша обсерватория. Здесь мы видим, наблюдали комету Галея на этой обсерватории, а вот еще комета Черемова-Играсименко. Тоже мы фотографировали. Хотя этот снимок сделан на шестиметровом телескопе. Здесь более слабый мы получали. Ну и вот еще у Алексея Константиновича Толстого есть пьеса о смерти Ивана Грозного, что он якобы видел комету, и волхвы предсказали, что он умрет, и он умер в день, предсказанный волхвами, 18 марта 1584 года. Конечно, это не связано никак с кометой. Это просто ему внушили. Были какие-то гипнотизеры, экстрасенсы, как говорят сейчас. Вот. Ну и он умер в довольно молодом возрасте. Ну, а все еще до Тихобраги считали, вот это мы видим Тихобраги, который наблюдает яркую комету 1577 года, с двух обсерваторий считалось до Тихобраги, что это, ну, у Аристотеля так, и все исследовали Аристотеля, что это метеоры, земные испарения, которые поднимаются в верхние стоятом сферы, воспламеняются, и мы видим вот эти огненные хвосты. Вот. Но Тихобраги показал, с двух обсерваторий, что параллакс кометы этой 1577 года, он в четыре раза меньше, чем параллакс Луны. Значит, он в четыре раза дальше, чем Луна. Значит, это космическое тело. Вот. После Тихобраги все поняли, что кометы в космосе движутся, это космические тела, и их надо действительно как бы регистрировать. Вот в средние века начинали наблюдать и вот такие делать картинки. Ну, с тех древних времен, конечно, мало что осталось, но интерес кометов, конечно, не прекращается по сей день. Почему интересуют ученых кометы? Первая главная особенность, что это кометные ядра, это первичное вещество, из которого образовалось четыре с половиной миллиарда летом назад, вся Солнечная система планеты. Основная масса пошла на Солнце, а остальное на планеты. Вот так зарождалась наша Земля. Планеты, кометы, это как первичные кирпичики, которые сталкивались, в результате аккреции объединялись, и вырастали тела, постепенно росли. Основная масса образовала Солнце, а из остатков образовались все планеты. А еще меньше остатки, которые до сих пор остались в виде комет и астероидов. Далее. Кометы интересны нам тем, что они являются индикаторами условий межпланетной плазмы. В чем интерес? Дело в том, что для того, чтобы изучить, скажем, параметры солнечного ветра в какой-то точке Солнечной системы, надо запускать туда аппарат. Это 100 миллионов долларов, а то и больше. Ну, иногда и сотнями тысяч обходится. Но, тем не менее, это очень дорогостоящая удовольствия. Причем это в какой-то одной точке измеряется, ну, в небольшой области. А кометы дают возможность наблюдать вот эту межпланетную плазму на любых расстояниях от Солнца и на любых географических широтах, даже над полюсами. Туда очень трудно запустить спутник. Вот один спутник Улис слетал когда-то, и там все-таки интересные результаты были получены. Но кометы проходят через всю Солнечную систему, и их можно наблюдать и получать. Это бесплатные, как бы, зонды, которые достаточно получить. Там спектры, ряд фотографий, и можно уже сделать какие-то заключения о параметрах Солнечного ветра. Ну, и еще два таких, что кометные хвосты иногда тянутся на сотни миллионов километров. Это гигантские лаборатории космические. На Земле мы не можем, вот у нас там ограниченные помещения, конечно, можно там моделировать какие-то явления, но очень в таких мелких масштабах. А вот такие масштабы, как 100 миллионов, вот была комета Хеокутаки, хвост, который тянулся на 4 почти астрономических единицы. 600 миллионов километров. Вот сгусток плазмы, как он так сохранялся, и это до сих пор очень загадочное явление. На этом еще ученые работают, но пока еще не разобрались до конца. Ну, и очень важно, что комета может столкнуться с Землей, вот как Тунгусский метеорит, и ясно будет, возможно, локальная, а то и глобальная катастрофа. Поэтому их надо изучать. Вот 65 миллионов лет предполагается, что упала комета или астероид на полуострове Юкатан, и все динозавры погибли, которые царствовали на Земле 140 миллионов лет. В течение нескольких лет они исчезли полностью с лица Земли. Но зато появились люди. Вот. Ну, а что дали кометы, физики, науки? Ну, во-первых, это подвердение закона всемирного тяготения. Когда Ньютон открыл этот закон, ну, над учеными в те времена, в средние века издевались, смеялись даже, писали всякие пасквили, обзывали. Вот. Но Эдмунд Галей, используя закон всемирного тяготения, доказал, что комета движется по этому закону, и можно предсказать ее появление. Что он и сделал. Это подтвердилось, и это был триумф науки небесной механики. После этого, смотрите, 300 лет тому назад это произошло, наука стала развиваться семимильными шагами. И уже в 20 веке, через 300 лет, появилась квантовая физика. А что это такое? Это телевидение, интернет, мобильные телефоны, компьютеры. То есть весь вот комфорт, который вот сейчас мы пользуемся. Без этого... Потому что, смотрите, после Аристотеля прошло полтора тысячи лет. Никаких изменений, вот его научные идеи не, так сказать, заложили, не дали. А вот тут открытие закона всемирного тяготения дало такой мощный толчок развитию человечества. Ну, молекулярная спектроскопия тоже зародилась. Еще не было квантовой физики, а уже астрономы наблюдали спектры, первые спектры комет в середине 19 века. И говорили, о, это светят молекулы, полосы. Откуда они знали? Ну, все оказалось точно, когда квантовая физика, все это было доказано очень легко, теоретически. Ну, и главное, это световое давление. Всем было известно давно, что кометы отталкиваются в противоположную от Солнца сторону. Бесик говорил, что есть сила, которая от Солнца действует в противоположную сторону на хвосты, и всегда они видны в противоположной стороне от Солнца. Так это и есть световое давление, которое потом Лебедев в лаборатории все это подтвердил. И вот это, видите, какие... Ну, и, конечно, очень много было открыто методов численного интегрирования дифференциальных уравнений второго порядка. Это уравнение движения. И это не так просто решить. Очень много, фактически, вся небесная механика на них зиждется. И вот это дало мощный толчок развитию. Сейчас столько методов. И небесная механика достигла колоссальнейших успехов, особенно в исследовании полета космоса с помощью космических аппаратов. Так, ну давайте... Ну, физически это еще до полетов космических аппаратов к ядрам. На Земле изучали ряд таких интересных. Например, сублимация вакуумом, газоболевой и другие. Я не буду на этом останавливаться, потому что сейчас это все мы можем также повторить, рассматривая результаты космических миссий. Так, это я. Значит, вот комета, пропускаю, это комета Хейла-Бопа, которую мы в 1997 году наблюдали. Любой из, ну, не знаю, присутствующих видели ее. Она была в течение почти полугода видна над освещенной Москвой, над Киевом отлично. Ночью было видно ее. А чем она интересна? Во-первых, у ней большое ядро. А ядро — это вот тут маленькая точечка. Хвост тянется на примерно там несколько десятков миллионов километров. Но самое интересное было чисто натриевый хвост, который тянулся на 6 миллионов километров. Как он мог... Вот натрия обычно возбуждается и уже не светит в этих двух желтых линиях, дублете. Как он мог распространять такое расстояние, потому что время жизни не позволяет ему. Вот эта загадка, которую выдала вот эта комета Хейла, до сих пор она фактически не решена. Ну, это вот комета Валлея. Я участвовал в снимке, в которых я принимал участие. Это в декабре под Алматой, мы на метровом телескопе, а это на Менисковом телескопе снимали хвост кометы, когда он разделился и отрывался. Тоже интересные наблюдения, которые сейчас они все пошли эти наблюдения в архив кометы Галлея. Ну, это я уже в нашу обсерваторию... Ой, я не... Так, вот появлялась... Была интересная комета в 1994 году, ядро, которое распалось на 23 фрагмента. То есть мы видим, что могут вот так рождаться кометы. Из одной 23 кометы. Но все они почти двигались по одной, по близким параллельным как бы орбитам, и потом все упали на Юпитер. Это тоже вот редкое явление, которое нам посчастливилось увидеть. Среды падения на Юпитере. 23 было следа. Ну, в течение трех месяцев это все рассосалось, потому что все... Если бы была твердая поверхность, то тут были бы кратеры. А так образовались воронки в газовой атмосфере, плотной газовой атмосфере, которые потом из-за трения с молекулами атмосферы рассосались. Это типа большого красного пятна, только они маленькие. Большое красное пятно имеет огромную энергию, поэтому оно уже существует несколько сотен лет, и еще будет существовать тысячу лет. Потому что здесь запас энергии уменьшается. Вот за 300 лет заметили, что сократились эти размеры. Размеры было 30... Вот так 40 тысяч километров. Вот так 30. Сейчас уменьшилась большая полуось до 30 тысяч километров, а малая до 20 тысяч. То есть происходит диссипация, и уменьшается энергия, и со временем исчезнет этот... Вот это шумейкеры, которые открыли, я с ними был знаком. И вот мы общались в Балтиморе на конференции, которая была посвящена этой комете. Вот у кометы Хейла-Бопа были интересные такие оболочки, которые выбрасывались из ядра, и вот в виде таких дух охватывали. И как раз по этим оболочкам, по времени их появления, можно было определить и период вращения ядра, потому что из одной и той же области выбрасывалось. Одна оболочка образовалась, вторая, третья. Зная расстояние и время, легко можно подсчитать было период. Вот, примерно, 12,5 часов. Так. Ну, вот это знаменитый хвост кометы Хеокутаки, который тянулся на 3,8 миллиона километров. А вот иногда кометы проходят через корону Солнца, это называются сангрейзеры, но кометы, тем не менее, иногда проходят и сохраняют с ядро половину или третью часть. Но что-то остается. Почему это так происходит? Все-таки в короне Солнца 1 миллион градусов, а то и больше, до 10 миллионов бывает температура. И как вот ледяные ядра выдерживают? Но они выдерживают. Вы увидите вот ядро кометы Чурюма-Эльзименко, которое темное такое, покрыто тухоплавкой и плохо тепловодной пленкой, слоем, который сохраняет льды, которые находятся под ним. Вот и некоторые сангрейзеры пролетают и могут сохранить кое-что. Вот, видите, сангрейзер летит в короне. Некоторые падают точно на Солнце, полностью сгорают, а некоторые огибают. Он же скоро здесь бешеный, очень близко. Температура высокая, но это теплоизоляция в виде пыли. Матрица такая на поверхности ядра позволяет сохранить части льдов, и комета потом вернется через какое-то время, уже в послабленном состоянии. Но это типичные мы еще будем. И вот множество загадок кометных. Конечно, земные исследования очень много дают. Ученые разобрались во многих. Многое открытие подтверждаются космические миссии. Но все-таки самые интересные результаты и вот интересные и близкие к истине. А что такое истина? Истина – это, можно так ее сформулировать, теоретическая модель явления, адекватная своей сущности. Вот это уже, так сказать, дает нам космические миссии. Но вот первая миссия была, называлась Айс, она была направлена к ядру кометы Джакобини Циннера. Это в 1985 году пролетел аппарат. Ну, довольно далеко, тысячи километров от ядра. Но так же, как и Вега, вот шесть аппаратов, которые зондировали кометы уголей, они тоже на таком примерно расстоянии. Только Джота ближе всех на 600. Вот это первое было зонтирование. Но, к сожалению, не было видеокамеры, которая показала главную загадку, как выглядит ядро. Потому что были гипотезы, что ядра не монолитные. Вот мы сейчас, я покажу, ядро кометы Чирюма Герасименко, вот это глобус ядра, ну, монолитные. Были ученые, например, Литлтон, который считал, что нет никаких твердых ядер, а есть как бы облако пыли, которое пролетает. Вот таким образом объяснял появление метеорных потоков. Так не надо так объяснять. Достаточно ледяное тело, постепенно оно теряет газы и пыль, и все это вещество распределяется по орбите и образует метеорный поток. Ну, вот сейчас мы видим уже на всех кометах, мимо которых пролетали аппараты, что они монолитные и такие довольно твердые тела, состоящие в основном, конечно, из снега, из льдов 50-80%. Вот пролет возле ядра кометы Галлея, шесть аппаратов пролетели, презентировали, и самое главное, что мы увидели. Увидели очень много интересного. Во-первых, магнитное поле в комете Галлея, оно оказалось порядка 70 нанотесла, хотя в межпланетном пространстве всего 5-7 нанотесла. То есть есть какое-то магнитное поле, именно оно и управляет структурой плазменных хвостов, хвостов первого типа по Боргихину. Вот, это надо знать. И вот было открыто, во-первых, само магнитное поле, а главное вот такая диамагнитная полость. Аппарат летел примерно вот 4 тысячи километров, не меряя никакого поля. Магнитная индукция здесь равна была нулю. Вот это загадка. Почему появляется такое нулевое магнитное поле? Ну и потом оно подтвердилось и у кометы появление такой диамагнитной полости, и у кометы Чурюмова-Герасименко. Я тоже покажу это, но давайте я слишком... Так. Что-то... Не идет. А, вот. Нет, это я уже показывал. Да. Что-то оно не переключается. Я вернулся назад, да. Ну-ка, вперед, еще, еще, еще. О! А, вот, большую, да. Спасибо, извините. Значит, вот первые аппараты, это два советских аппарата, Вега-1, Вега-2, пролетели на расстоянии 9,8 тысяч, примерно километров от ведра, и получили первые фотографии. И все поняли, что ядро монолитное. И тоже, видите, состоит как бы из двух частей. Ну, здесь оно в виде картофелины. Но, тем не менее, вот загадка кометных ядер, что это такое, была как бы решена. Это действительно монолитное тело. Так, я... Так, выше. О! Ну, еще более качественные фотографии были лучшие, чем Веги получил. Джота, который приблизился на расстоянии 600 километров, и мы увидели действительно настоящую форму ядра. Вот даже карту построили. Но очень грубо, потому что пролет был со скоростью 80 километров, и то, видите, даже довольно хорошо была запечатлена форма, размеры и другие параметры, как оно вращается. Вращается с периодом примерно 2,2 дня вокруг своей оси, и, ну, масса здесь примерно 300 миллиардов тонн у кометы Галлея. Размеры 16 на 8 и на 8 километров. То есть это впервые было четко доказано, что это монолитное тело. Потом, в следующей эпохе кометы Галлея, была выбрана комета Боррелли, и к ней направили аппарат Deep Space. Здесь уже ближе подошел аппарат и сфотографировал более четкие фотографии, где виден рельеф, видна еще лучше форма. Видите, тоже такая вытянутая неправильная форма. Это комета Боррелли, тоже семейство Юпитера. Потом была миссия Stardust. Вот аппарат сфотографировал, пролетая тоже Бозди на пролетной траектории. Задержаться он не мог, потому что не было там рассчитано на это. Достаточно надо было побольше горючего, и там какое-то управление проводить, чтобы, скажем, облететь. Но был только пролет. Ну и то мы увидели ряд интересных фотографий. Вот форма ядра. Это четырехкилометровая, но, видите, напоминает овальную форму, совершенно симметричная форма. Вот карта построена этой кометой. А самое интересное в комете Бильда оказалось то, что были захвачены частицы, которые были привезены на Землю, а захвачены с помощью аэрогеля. Аэрогель — это замороженный дым. Изобрели его в 1930 году, а теперь использовали в виде таких блоков. Но это легчайшее. В тысячу раз плотность меньше, чем стекло. Это стекло, но только жид, какое-то газообразное стекло. И вот в такие блоки влетали частички, тормозились, и вот мы видим их в этом аэрогеле. Все это было доставлено на Землю, проанализировано. И вот мы видим такие несколько тысяч частичек различного состава. Вот частичка, 2 микрона ее размер, но здесь есть железо и магния. Это форстерид. Вот как железо попало в кометы. Мы знали раньше по учебникам, мы еще в школе учились, что кометы образуются там, где планеты-гиганты, то есть в холодной области. Но железо там ниоткуда не может появиться. А если есть железо, значит комета должна сближаться с Солнцем, переплавляться. Вот это и происходило. То есть космогоническая модель, которую вот у Воронцова-Велиминова и во всех других учебниках, она, конечно, неправильная. И сейчас это все осмысливается, переделывается. И уже сейчас будет все нормально. Вот интересный был эксперимент выстрел в ядро кометы. Это в 2005 году аппарат Deep Impact выстрелил медно-алюминиевый импактор в ядро кометы, 7-километровое ядро кометы Темпеля. Здесь образовался кратер вместе с ударом. Вот это главная цель была этого эксперимента. Как образуется кратер? Ну, ясное дело, как на Земле, ударник со скоростью В сближается, потом его энергия МВ квадрат не исчезает, при остановке переходит тепло, то есть происходит взрыв, выбрасывается вещество, на этом месте образуется кратер. Вот в течение нескольких лет мы дискутировали с американцами, какой кратер будет и где он находится. Американцы считали, что 125 метров кратер и глубина 25 метров. Мы же в своих уравнениях закон сохранения энергии использовали. Правильно. Мы же в своих уравнениях для расчетов использовали закон сохранения импульса, количества движения. Почему? Потому что снаряд, продвигающийся в рыхлом теле, не сразу останавливается, а еще какое-то время движется. То есть сохраняет момент количества движения. Что же это выходит? И у нас получилось значительно меньше. 50 метров диаметр и глубина 5-6 метров. Что же оказалось на самом деле? Вот аппарат, который сближался, который выстрелил в ядро темпеля, он пролетел, но снял эту область и не мог ничего различить, потому что была выброшена такая пыль мелкая, черная, которая закрыла этот кратер, его не сфотографировали. Но через 5 лет другой аппарат, Эпоксин называется, это аппарат Стардаст, он его еще использовали для пролета вблизи кометы Темпеля. Он сфотографировал, уже это чистая область была, не закрыта. И вот американцы определили, вот здесь кратер, смотрите, стрелками показано. Мы же взяли эти же снимки из интернета, обработали со своими фильтрами, показали, что здесь никаких изменений, ничего, это чушь какая-то. Но я в Японии доказывал американцам, они согласились. Вот кратер, вот здесь видно, смотрите, вот здесь такое, немножко эллиптическое такое образование, вот именно здесь кратер и образовался. А тут ничего нет, никаких изменений. Вот в этом месте. Но вот Володя Сурдин, когда рассказывал, он, конечно, говорил, американцы вот здесь считают, это вот здесь кратер какой-то. Но американцы с нами согласились, что они ошиблись неправильно и признали, что кратер должен быть 50 метров, как точно по нашей модели. Вот если измерить вот эту область, то она точно 50-60 метров. Ну и, конечно, еще был пролет возле кометы Хартли, где мы увидели вот такую интересную форму в виде гантели и множество таких джетов, струй, газа и пыли, которые выбрасывались из подповерхностных слоев ядра кометы Хартли. Ну и как раз вот здесь, в комете Хартли, обнаружили, что ее изотопный состав полутяжелой воды, ДНО, Х2О, точно такой же, как в земных океанах. Поэтому была гипотеза, что океанская вода попала из ядер комет и из астероидов. Вот астероиды точно имеют такой же состав, как вода в океане. И вот сейчас миссия Розетта, которая кое-что проверила, кое-что, и очень много нового дала науке. Вот давайте посмотрим. Ну это розетский камень, с помощью которого расшифровали египетские иероглифы, потому что три текста были на разных языках, в древнеегипетском, иероглифы и в древнегреческом. Древнегреческие хорошо знали, и Янки Шампельон расшифровали эти иероглифы и прочитали в начале XIX века очень интересную историю о Египте, о его фараонов. До этого ничего этого не знали. А когда прочитали всю эту историю, нам открыли. Вот это розетта, деревня в дельте Нила, где вот нашли этот камень, но он Рашид называется, или по-европейски розетта, поэтому назвали розетский камень. Вот. И сейчас идет, заканчивается историческая, можно сказать, миссия розетта, которая была направлена к ядру кометы, которую открыли мы с Светланой Ивановной Игорь Семенко. Как была открыта? Вот это путаница в Википедии, поэтому тут надо немножко подробнее рассказать. Значит, поисками комет, ну, исследованием комет мы занимались давным-давно. Сергей Констинович еще в 20-е годы начал изучать, составил каталог, и вот у него была идея открыть комету. Он своих учеников на это направлял, и вот мы впервые организовали экспедицию в 1966 году в Таджикистан, и там на горе наблюдали кометы, фотографировали и искали новые, но пока не нашли. Как раз вот поиски эти, на эти поиски нас вдохновил всех связки, а он очень удивлялся, как это чехи открывают там десятками эти кометы, японцы десятками, а у нас вот в Украине, в России почти нет. Сейчас-то уже открыто и в России много, вот Борисов открыл уже шесть комет, да. Ну, а мы тогда начинали в 1966 году, значит, вели поиски перво в Таджикистане, потом в 1968 году поехали в Туркменистан, на горе Душаке, мы там наблюдали, там очень много ясных ночей. Вот генерал Куропаткин, который там в Порт-Артуре прославился как-то, он там наблюдал солнце с помощью гелиографа на горе этой Душак, и гелиограф прожег на бумаге 360 было отметок, то есть 365 ясных ночей. Ну, вот я там был, действительно, целый месяц, ясный, наблюдая, сколько хочешь, но хорошего телескопа не было. А в 1969 году мы организовали третью экспедицию, уже я как бы имел опыт, мне поручили организовать эту экспедицию, я составил программу, но программа в чем заключалась, нужно было наблюдать периодические кометы, которые были доступны светосильным телескопом, вот один из таких телескопов был под Алматой, вот это менисковый телескоп, полметра его диаметр зеркала и метр двадцать фокус, то есть видите, какая светосила, и главное, большое поле зрения. Вот нас этот телескоп заинтересовал, в экспедиции принимали участие я, Светлана Ивановна Герасименко, но не было уже мужчин, не было ребят, потому что все куда-то разъехались, а вот девушки с удовольствием сказали, поедем наблюдать и искать кометы. Это была третья экспедиция, на которой мы открыли новую комету. Как было открыто? Вот эта историческая пластинка, значит, если ее всю посмотреть, то она недопроявлена. Это снимала Герасименко ее вместе с фотолаборантом, и не хватило проявителя, поэтому часть пластинки засвечена, как бы, и не проявлена, и там просто чистое стекло, никаких изображений не звезд, не кометы. Но, правда, на той части, которая получилась нормально, почти в центре пластинки, мы нашли вот такое диффузное пятнышко. но это комета Комасола мы решили, потому что мы снимали на эту пластинку кометы Комасола, вот, и потом мы снимали еще несколько, около десяти комет, сняли около сотни пластинок, которые мы проявили, просушили и привезли в Киев. Нужно было отчитываться за экспедицию, мы начали измерять положение. В первую очередь взяли вот эту пластинку, которую Светлана чуть не выбросила, потому что она испугалась, что недопроявила, думает, кину ее в мусорное ведро. Хорошо, что профессор Рожковский заметил это и остановил ее, сказал, нельзя это делать, пусть даже дефект будет, но надо проверить, что тут на пластинке. Вот мы проверили, нашли вот это изображение, считая, что это комета Кома-Сола, взяли, измерили ее координаты уже в Киеве, это мы могли сделать элементарно в Алма-Ате, но мы просто когда увидели, думали, а, комета Кома-Сола, значит, еще нового, а когда приехали в Киев, надо было отчитываться за отчет по экспедиции, то есть положение выдать и фотометрические данные, что мы и сделали, мы померили координаты все равно на этой пластинке, но рядом мы вместе сидели, приоритета нет ни у меня, ни у, но все равно результаты экспедиции, конечно, общие для астрономов, наблюдателей, какими бы были я и Герасименко, вот мы вместе с ней стали, измерили ее, посчитали координаты и сравнили с теоретическими у кометы Кома-Сола. Отличие два градуса, такое невозможно. Небесная механика, научная точная, точная наука и тут может секунды быть различие, это нормально, а градусы это, значит, это совсем не комета Кома-Сола, мы подумали, ага, может, дефект на пластинке, вполне, вот видите, здесь такие полосы, дефекты, вот, или новая комета, а если новая, нас уже бросила в жар даже, значит, надо искать на пластинках, на которые мы снимали кометы Кома-Сола, вот, новую комету, а как искать? Значит, Светлана, когда она вот сняла эту пластинку, она ошиблась в наведении, обычно мы наводили комету, которую наблюдали точно в центр поля зрения, то есть выбирали звездочку, хотя комета была невидима, просто той же скоростью гнали звездочку, и получали фокальное изображение кометы, вот, она сместила немножко центр, метр, ну, и это хорошо, оказалось, вот эта ошибка, вот, помогла нам открыть комету, мы вот эту, когда измерили, стали искать изображение на других пластинках, где есть Кома-Сола, комета, действительно, комета Кома-Сола была, а где вот эта новая, и на краях пластинок, уже чуть-чуть бы сместили, выбрали не топ-звезду, вот эта 11-го числа, когда эта пластинка была немножко испорченная, снята, ну, изображение очень хорошее кометы, которая, так сказать, в центре получилась, вот, смотрите, это комета Кома-Сола, а это комета новая, они шли как бы параллельным курсом, с одной скоростью, и когда мы гидировали по движению этой, в фокусе получилась и вторая комета, вот это была удача, и мы нашли, конечно, на краях, вот смотрите, на самых краях пластинок, вот Светлана сняла две пластинки с 9-го сентября, на самом краю еще чуть-чуть оно бы ушло бы, и никакой тут, вот это две пластинки, это главная задача была, снимать две пластинки через 20 минут, чтобы было по движению видно, где, что есть движущийся объект, раз движущийся, значит он в Солнечной системе, вот это ясно, что это новый объект, вот, а потом я, они уехали, Светлана и Черкова уехали в Киев, а я еще остался и решил все-таки область кометы Комасола на прощание снять, вот снял две пластинки, и это казалось очень удачно, потому что вот на краю пластинки, здесь уже край, еще бы на секунду я бы хотел там выбрать другую звезду, то она бы ушла бы, а так, вот, получилось пять положений, раз, два, три, четыре, пять, пять точных положений, мы это послали в Ленинград, там сразу определили, что это комета эллиптическая, короткопериодическая, а также послали в центр открытий, это Марзину, профессору Марзину, который посчитал по этим пяти положениям, он там выбрал десяток, примерно, орбит, посчитал, и пришел к выводу, что самое лучшее, описываете наблюдение, эллиптическая орбита, он прислал нам телеграмму, что это новая комета, она движется по эллиптической орбите, и так как вы первооткрыватели, мы вот в карточке International Astronomical Circular, да, ЦБАТ называется, появилось сообщение новая комета, Черюмова-Герсименко, и вот тут приведено пять положений, вот так была открыта эта комета, которая оказалась очень интересной в том плане, что вот это мы измеряем на измерительной машине эти координаты, комета движется по эллиптической орбите, вот это комета Черюмова-Герсименко, а вот это комета Комасова, видите, они вот как раз оказались в одном и том же месте на небе, и это повезло нам открыть новую комету. Оказалось, она, у нее период обращения шесть с половиной лет, и очень маленький наклон после технических эклиптики, семь градусов, вот, это очень удобно для того, чтобы посылать аппарат, чтобы точно попасть в любую точку этой орбиты и сблизиться. Что и было сделано в эксперименте миссия «Розетта», который сейчас уже заканчивается, но интересно, что эта комета могла быть и не открыта, потому что в 1959 году она находилась, ее перегелий находился в поясе астероидов, а там почти мы не можем наблюдать с такими телескопами. Мощный там КЭК-телескоп, 10-метровый, 10-метровый телескоп, еще могут там что-то снять и уже открыто ряд комет в главном поясе, а эта комета не могла в те времена быть открытой, но она удачно в 1959 году прошла вблизи Юпитера на 0,05 астромичной единицы и ее перегелий уменьшился в два раза от 2,5 до 1,3 и ее как раз мы в этом перегелии засекли. Именно это был первый перегелий и нам удалось снять как раз ее в этот момент, а раньше ее не могли бы никто открыть, но могли бы вот так как мы задержали обработку этих наших наблюдений на месяц, уже за этот месяц она могла пропасть и ее могли бы не найти или кто-то другой открыл, но хорошо, что у нас было 5 точных положений, которые помогли ее быстро отыскать и рассчитать ее движение на небе. Это мы со Светланой в 1975 году там, когда ввели медаль за обнаружение новых объектов, вот нам как раз вручили в 1975 году астросовет. Это Светлана приезжала в Киев в 2002 году, а вот в 1982 году комета Чирюмова-Ярзименко, она так близко подошла к Земле, что можно ее, любители ее наблюдали в бинокль и почти полтора года. Очень детальнейшая кривая блеска была получена и самое интересное в этой кривой блеска, все кривые блеска всегда показывают чаще всего, что максимум яркости перигелии. У кометы Чирюмова-Ярзименко максимум наступил через 40 дней после перигелия. Вот тогда мы не понимали, что, почему. А теперь понятно, вот такая форма у нее в виде гантелей, вот, значит, если она поворачивается широкой стороной, увеличивается ее яркость, а если торцом, то ослабевает. И вот как раз она двигалась так, процессировала еще, чтобы все время широкая часть, так сказать, была повернута к Земле, и вот она показывала все время очень стабильный уровень яркости, а потом достигла максимум через 100 дней после перигелия. Вот теперь понятно из такой интересной формы. И, ну вот, так как каждые 6,5 лет она появлялась, мы ее наблюдали почти в каждом появлении, вот это в 2003 появлении наблюдали немцы. Видите, какой у нее интересный длинный хвост. А это вот сейчас в 1916 году наблюдение. Хорошо видно, что хвост тянется на примерно миллион километров, хотя ядро всего 4,5 километра. Вот это до полета Розеты с телескопом Хаббла получили детальнейшую кривую блеска кометы Чуревая Роземенко в 2003 году. И построили ее как бы модель, такую форму, видите, в виде креста. Вот такого. Мы думали, что действительно такая форма интересная у кометы. Но вот видите, в виде креста, так, в виде шляпы. Но оказалось, Розетта, когда начала фотографировать безкого расстояния оказалась форма совсем другой. То есть эта модель по данным Хабблам оказалась далека от истины. Ну и хорошо. Ну и проект Розетта тут вот значит как он образовался. Европейское агентство объединилось с американской нацией и хотели провести совместный эксперимент по исследованию любой периодической кометы. Но цель была какая долететь до ядра посадить на ядро зонд пробурить вещество набрать его в ловушке и вернуть этот зонд на землю и на земле уже в лаборатории исследовать. Но когда дошло дело до финансирования американский конгресс отказал НАСА и Европа решила сама этот эксперимент назвали его Розетта это аббревиатура с английского где-то Research Sample Target S-E-R-S-T розетта объединили и получилось интересно. Розетта это ключ к разгадке какой-то тайны. И тут это название оправдало себя, потому что очень много тайн было открыто. ну какие сейчас мы вот так выглядел зонд это его солнечные солнечные панели такой размах это если хорошо освещается солнце то достаточно вырабатывает полтора киловатта берегелии электроэнергии которая питает 21 прибор вот и действительно это все действительно так и работало значит аппарат розетта был запущен 2 марта 2004 года нас пригласили туда и вот это ось абцисс это как бы одна астрономическая единица это земля вот запустили с земли аппарат вышел на круговую орбиту вернулся к земле земля подтолкнула и вывела его на другую орбиту он более вытянутую эллиптическую дальше он пролетел возле марса на высоте 250 километров марс тоже своим гравитационным полем подтолкнул направил к земле земля второй дала импульс еще сильнее вытянулась орбита потом третий раз возле земли и вышла точно на такую же орбиту как у кометы в той же плоскости и начала сближаться ну конечно нужно было включать двигатели реактивные там 1670 килограмм жидкой горючки было и вот это все использовалось для маневров уже когда приблизилась к ядру включили эти двигатели и она перешла на орбиту возле ядра но это мы увидим еще я покажу значит основные этапы миссии я буду говорить дальше и просто к этому возвращаться значит аппарат розетта первопроходит это впервые он вышел на орбиту вокруг ядра кометы он летел рядом с кометой почти два года вот и фотографировал со всех сторон и главное что самое интересное изучали развитие активности когда холодная комета начинает выбрасывать газ и пыль активно и превращается уже в настоящую комету с газопылевой атмосферой плазменным хвостом впервые была осуществлена посадка посадочного модуля филы но это мы еще немножко я расскажу построен детальный глобус ядра кометы впервые исследовано внутреннее строение ядра оказалось что комета внутри имеет много пустот примерно пористость 50-70% то есть поэтому она как пробка ее средняя плотность 0,52 0,02 грамма в кубическом сантиметре то есть она бы плавала если ее опустить в океан она бы плавала как корабль ну и впервые в комете открыты молекулы азота кислорода 4 новых сложных органических и подтверждена молекула глицина значит вот это орбитальный модуль с 11 приборами это модуль филы 10 приборов значит это вот запуск на ну на космодроме а что это оно такое в виде как бы убрать эту сетку а это на экране это ничего я не включил тут ну это вот мы за Светой видите тут за два дня до запуска уже последний снимок ракеты Ариан и тут находится Розетта вот она стартовала 2 марта и уже 12 лет и завтра уже ее будет последний как бы этап посадка на ядро это я еще скажу значит это запуск был 2 марта это пролеты возле Земли 3 и возле Марса которые вывели это триумф небесной механики используются гравитационные поля планет для того чтобы с высокой точностью попасть в любую точку солнечной системы с помощью горючего это невозможно потому что надо сотни тонн чтобы скажем точно направить какой-то комете или астероиду чтобы попасть приближаясь к планетам не используя гравитационные поля планеты вот значит после маневров Розетта пролетел вблизи двух астероидов исследовал это Штейнс астероид кстати очень интересно что Штейнс занимался происхождением комет 600 тысяч астероидов в поясе вот видите как парадокс случайно выбрала астероид названный в честь вот такого кометчика известного как профессор Штейнс и ну вот он напомнил открывателям такой бриллиант и поэтому все кратеры названы в честь драгоценных камней вот это самый большой алмаз называется есть и другие там бриллианты ну и все самые разные драгоценные камни это десятки кратеров так и названы в честь ну и второй по пути оказался это астероид лютеция такой большой астероид впервые это тоже первичное вещество вот строительный кирпичик из которого образовались планеты и солнце они еще летают в солнечной системе их много и они даже угрожают человечеству если такой астероид это конечно будет но полная гибель всего человечества такой стокилометровый но уже они все вычерпаны вот эти стокилометровые они безопасны совершенно но опасны километровые и меньше их еще они не все пересчитаны поэтому вот розетта после зондирования двух астероидов дальше летела два с половиной года в спящем состоянии но 20-го 2014 года произошел исторический момент послали сигнал был очень слабый и очень волновались что не откликнется уже розетта что она там останется где-то в холодном пространстве но слабый сигнал подействовал и розетта откликнулась ответила на весь мир добрый день мир вот это мы тогда замиранием сердца слушали тоже и очень обрадовались что она откликнулась сразу же был послан сигнал развернули панели солнечные так чтобы они на солнце были направлены сразу же аппаратура заработала и связь очень хорошая установилась между розеттой и землей вот смотрите значит она откликнулась и сразу через месяц стали снимать земли еще нельзя было увидеть ядра кометы а вот видите в виде точечки появляется то есть еще не было атмосферы но через месяц смотрите ее окутывает уже туманная оболочка то есть появилась атмосфера вот это удивительно как на таком большом расстоянии солнечного тепла не хватает появляется газопылевая атмосфера сейчас еще тогда не было ясно но когда аппарат подлетел стал фотографировать ядро сейчас мы увидим то все стало ясно во-первых увидели форму ядра конечно сразу же ахнули куда что сажать посадочные главная же цель посадка куда тут все рытвенные ухабы горы холмы везде неровная поверхность куда ни посади опрокинется но стали выбирать место и значит ну здесь вот стали аппаратура вся заработала отлично сразу же определили что есть очень много воды окиси углерода двухокиси но это основные как бы элементы во всех кометах наблюдаются но потом открыли еще много новых интересных почти ну не всю таблицу Менделеева но очень много интересных и фосфор открыт и азот и кислород и сложная органика вот посмотрите да это вот газопроизводительность еще на большом расстоянии то есть сколько молекул в секунду выбрасывалось когда комета находилась примерно 300 миллионов 2 астрономические единицы от Солнца но уже тогда примерно 10 в 25 молекул выбрасывалось в секунду а ближе еще больше вот тут когда посчитали сколько выбрасывается пыли и газ оказалось что примерно соотношение пыли и газа 2 к 1 а в объемах это получается наоборот 4 больше газа и 1 объем пыль не наоборот 4 объема пыли и 1 то есть это пылевая больше комета ну это я уже говорил теперь значит вот самая сложная была задача найти место посадки но объявили конкурс я тоже посмотрел там нашел довольно ровный участок послал в эту комиссию по выбору места посадки ну выбрали там в Дармштадте центре управления полетом свою точку где посчитали что самое удобное место это вот видите здесь кратер здесь ровный участок вот сюда надо было сажать выбрали десятки участков но когда проанализировали здесь очень удобно она будет освещаться солнцем довольно ровное место перепады угловых угловые вот эти наклоны всяких структур не больше 30 градусов то есть она станет на любую структуру и будет стоять вертикально ну вот такие интересные снимки их получено десятки тысяч а вот место где выбрали место посадки видите тут конечно есть такие перепады высоты наклоны но вот вот это место как раз куда решили сажать было довольно ровное и действительно это идеальное оказалось место и когда выпустили аппарат значит посадочный модуль филы его как бы он отделился вот тоже было волнение мы сидели в Дармштадте и думали будет отделение или нет дело в том что 10 лет полета на узлы которые посадочные все время действует солнечный ветер это протоны электроли происходит своеобразная космическая сварка но отделение прошло очень успешно и филы отделился чему мы очень обрадовались вот и он пошел на посадку вот давайте сейчас посмотрим ну здесь некоторые расчеты я не буду останавливаться но что произошло вот когда три опоры погрузились в неплотный слой то встретились с очень твердой какой-то породой и так как гравитация не была известна ну знали что на ядре кометы 100-километровый модуль филы весит всего 5-6 граммов то есть он как пушинка он действительно опустился причем точно попали в выбранное место с ювелирной точностью хорошее место он коснулся если бы он застыл то это было бы идеально для эксперимента но он подпрыгнул потому что маленькое касание это сильный удар он поднялся на полкилометра и почти 2 часа висел над ядром а ядро шкрутится период его 12,4 часа и уже когда за там 7 часов он прокрутился оказался совсем противоположной стороне где кратера где его предполагали посадить а там какие-то ущелья какая-то глухая стена возле которой он прикометился и упал упал в какую-то расщелину все равно не могли найти но сейчас вы знаете что найдено это место да вот он видна одна из запор его еще и мы видим уже детальнейшую из близкого расстояния структуру ядра тут маленькие трещинки миллиметровые даже микронные что ли можно все это разглядеть с самого близкого расстояния там где сидит вот это место как он прыгал три прыжка сделал но это когда мы узнали что он коснулся ядра то была радость центре управления полетом это вот генеральный директор европейско-химичного агентства Жан-Жак Дарден а там была такая сцена сделана в виде поверхности ядра кометы черевого и рассементка и можно было давать на этом фоне интервью и вот тут очень интересные маневры делала делала Росетта причем видите как такие замысловатые это уже не небесная механика здесь включались двигатели причем с ювелирной точностью там на полсекунды на секунду и как раз скажем надо было пролететь на расстоянии 2-3 километра значит отводили на 400-500 в нужное место а потом посылали прямо на ядро и он пролетал вот на таких маленьких расстояниях детальнейшие снимки ну вот некоторые такие результаты это можно сказать что ядро кометы как вы видели имеет неправильную форму ну напоминает грубый башмак мне кажется состоит из трех частей тела головы и шеи вот размеры 4,1 на 3 3,1,8 вот это реальные размеры у головы это размеры ядра а головы вот такое 2,6 конечно и объем 21 кубический метр плюс-минус плотность вот первое значение 0,470 сейчас это перемерено после того как были пропущены радиоволны через ядро кометы и по ослаблению там по смещению частот были определенные что определено что в ядре очень много пустот очень пористая вот и сейчас уже значит вот это значение плотности 0,52 но тоже не сильно отличается это как пробка которая может опориться 70-80% период вращения 12,4 вот это основные такие параметры теперь вот самые да вот вращение как происходит вот ось вращения так направлено через шейку которая соединяет голову и тело вот синяя да синяя это ось вращения вокруг нее происходит периодом 12,5 часов происходит да вот это вращение вот это гравитационный потенциал тоже ну рассчитан для разных частей вот тут можно увидеть чему он равен да и вот тут хочу сказать что было сразу стали называть некоторые области на ядре кометы именами египетских богов ну сперва я воспринял это нормально а потом почитал про этих богов оказывается каждый египетский бог там Ра Хатор Маат и другие которые в нашей области это кровожадные в их честь убивали по сотне тысяч жертв вот в Библии я читал ну и есть источники и в честь каждого бога это в первую очередь убивали пленных ну и египтяне тоже гибли там тысячами когда хоронили этих фараонов проклятых так убивали там женщин детей и все это в ту же могилу ложили да и конечно это ужасно вот эти боги это кровавые и люди которые погибли в их честь они как бы взывают и это мне не понравилось я написал письмо президенту МАС а также председателем комиссии по номенклатуре что вот такие боги и я считаю что это неправильно вот но мне ответили что это пока самодеятельность это временные названия все равно будет утверждать комитет по номенклатуре конечно могут оставить но я предложил имена славянских богов которые без всяких жертв молились просто люди славяне вот например смотрите хапи я назвал перун анукет дашь бог ерила мат и так далее вот если ради бога конечно лучше таких мирных богов которым валились и поклонялись люди но не таким кровожадным как являются египетские ну вот я свой протест выразил но мне ответили что это пока самодеятельность и может быть поменяют но боюсь что это так и останется вот значит очень много интересных структур можно увидеть вот такие ямы вот даже тут мы видим выбросы газа видите такие полосочки это выбрасывается газ из ямы то есть что происходит значит вначале это было место закрыто какой-то крышей внутри лед там особенно летучая компонента это угарный газ в виде льда и кислый газ они когда сублимировали даже при низкой температуре минус 100 цельсия да начинают сублимировать накапливается достаточно там этого газа давление превышает предел прочности вот этой крыши она крыша обваливается сюда образуется яма ну почти круглая там симметричная потому что газ расширяется давит во все стороны одинаково это можно рассчитать но вот такие интереснейшие структуры которые еще вот но теперь все-таки квазилинейные структуры трещины вот например трещина на 500 километров тянет оно ясно так как лед при таянии при приближении к солнцу начинаются двигаться под грунтом ледники ясно могут возникать вот подобные трещины ну вот такие ямы вы видите интересная структура гусиная кожа вот такие структуры в виде пупырышек трехметровых причем одинакового размера вот по всей этой площади по стенкам ямы и даже на поверхности вот эти участки обнаружены такие качающиеся камни вот видите он висит там на чем-то может качнуться и раскачиваться как маятник вот на земле тоже как маятник на земле тоже часто находят когда вот ледники ушли вот эти валуны остались они могут оказаться висячими конечно она рано или поздно эта ножка обломится но вот так он может пока покачиться вот такие структуры найдены и на комете вот например эти висячие камни валуны размером до 50 метров ну это я рассказал как образуется такая накапливается газ внутри выходит наружу и на его месте образуются полости вот например смотрите тут круглая такая впадина которая образовалась в результате обвала какой-то крыши над местом где сильная сублимация происходила из внутренних частей ядра но есть и ударные кратеры да большинство конечно кратеров которые мы видим на ядре это ударные просто они очень сильно деформированы из-за таяния льда из-за движения ледников а вот это довольно свежий кратер небольших размеров всего 35 метров глубиной 1,5 метров вот эта трещина она находится в области я называю даже бог такой был славянский бог египетский такой кровожадный анукет ну не знаю что будет принято но будем бороться как-то ну самые интересные результаты к заключению прихожу значит во-первых открыта сложная органика впервые уже такое количество молекул сложной органической структуры это вот здесь они перечислены почти все которые открыты с помощью аппарата Казак называется он на филах был установлен но он сработал отлично вообще филы хоть и упали там где-то но они почти двое суток передавали информацию ценную о составе вот органической особенно составляющей вот видите сколько здесь разных органических молекул причем очень сложные и впервые открыты были ацетон ацетамид метил цинад и пропаналь значит а также глицин вот CH2NH2COH глицин это аминокислота обязательно для всего живого вот наш бы мозг не работал если бы у нас не было глицина даже в аптеке продают таблетки глицина их можно глотать и это очень полезно для здоровья но вот глицин вообще раньше был открыт в комете Вильда но единичный случай одна молекула да а здесь аж 25 молекул и думали что та молекула была занесена с земли вместе с аппаратом но сейчас это подтверждено что действительно есть такие сложные а также были открыты предшественники аминокислот метиламин и этиламин вот это и фосфор это вот необходимые элементы которые участвуют и молекулы участвуют в построении РНК и ДНК образуется РНК и ДНК плюс белки и уже недалеко то время когда в хороших условиях как на земле вода кислород тепло они превратились в первую делящуюся правда трудно это сообразить как это произошло вероятность очень ничтожная но это произошло появились первые одноклеточные примерно 4 миллиарда которые начали делиться вот с этого как бы началась вспышка жизни именно кометы занесли органику сложную на землю потому что земля была горячая никакая органика не могла здесь развиваться ее надо было охладить вот кометы падали занесли частично воду но не все кометы конечно тут есть спор а еще вот хочу сказать кроме отдельных молекул сложная молекулярная высокомолекулярная органика в пылинках где очень много различных элементов вот две пылинки например под названием Кеннет и Джульетта посмотрите из чего они стоят из водорода натрия кремния железа все это перемешано вот такой очень сложный органический комплекс это уже недалеко и до действительно каких-нибудь реальных молекул таких как для которых жизнь необходима чтобы возникла жизнь РНК и ДНК то есть все это указано на то что комета фирма фирма аэросементка содержит некоторых самых первичных примитивных материалов нашей ранней солнечной системы вот важное открытие открытие азота произошло молекулярный азот никогда не наблюдался он-то был но Земле его невозможно только космический аппарат его открыл и это очень важное открытие потому что наша атмосфера состоит 78 из азота в кометах тоже его полным-полно но оно прошло соответствующую термическую и радиационную эволюцию очень важное интереснейшее открытие это кислород в кометах вдруг обнаружили О-2 О откуда взялся значит занесли его вместе с аппаратом проверили оказывается кислород в любой точке ядра находится вот это значит что он не был он там присутствовал причем он не меняется с разделе оцентрическом расстоянии его концентрация значит он постоянно и уже много как бы времени находится что значит много времени с самого начала возникновения ядра это реликтовый кислород ну как может существовать кислород не окисляя что-нибудь не объединяясь но вот тем не менее он существует это очень важное открытие комета каждый побород вот вокруг солнца худеет на 10 метров толщину то есть выбрасывается газ и пыль лед там уменьшается все это ограничивает конечно массу кислорода но может он образоваться от распада конечно молекул воды но это мизерная часть не может обеспечить то количество которое наблюдается ну и оказалось что кислород четвертое место занимает по обилию в веществе кометы на первом вода потом CO2 CO а дальше кислород вот таким образом ученые сейчас предполагают что кислород в недрах попал ну в разные механизмы ну один из механизмов что он попал в то время когда ядро представляло набор таких макроскопических зерен и там был кислород и много других элементов все это как бы аккрицировало и образовалось ядро кометы вот такой интересной формы теперь ну вот интересный тоже результат это изменение цвета можно было ну ясно что цвет меняется из-за того что происходит испарение из-под поверхностных слоев льда и все это прорываются какие-то газы скажем обнажаются ледяные поверхности и цвет ясно будет меняться вот эти вариации очень интересные они очень огромный материал и над ними сейчас работают вот ну здесь это вот тут можно обнаружены области где четко видны выходы льда да да на тех предыдущих сейчас я вернусь вот можно увидеть вот смотрите там где кружочки такие белые фрагменты это вот выходы льда ну и не только по фотографиям но можно и по спектрам говорить что это замороженная вода ну вот была решена загадка почему образуется атмосфера на огромных расстояниях от солнца когда солнечного не хватает оказывается комы и хвосты образуются в результате выброса таких вот струй газа и пыли вот здесь мы видим на этом снимке на этих снимках вот смотрите видите джеты джеты выбрасываются причем когда комета далеко от солнца выбрасывается летучее вещество испаряется СО СО2 ну под давлением оно выбрасывает молекулы воды и пыли и вот образуется газопылевая если земли мы видим вот это маленькое 4-х километровое ядро уже в тоже на огромном расстоянии от солнца уже 20 тысяч километров кома была образовалась хотя тут точка всего 4 километра маленький первоисточник этой комы вот тут хорошо вы видите джеты причем наиболее интенсивно они бьют из перешейка именно тут сосредоточена основная масса льдов вот так эти джеты распределены если в цилиндрической проекции развернуть ядро то мы видим что они почти в любой точке ядра находятся вот интересные результаты по изучению выброса таких джетов образования джетов вблизи перигелия вот уже незадолго до перигелия перигелия 13 августа 29 июля вот было спокойное какое-то тут состояние вдруг выброс мощный газа и пыли потом все затихло вот такие кратковременные часто наблюдались вот особенно сейчас да вот эти выбросы они конечно чем-то должны характеризоваться каким-то увеличением числа выброшенных молекул действительно число всех молекул по время выбросов увеличивается вот диоксида углерода СО2 в два раза увеличился метан в четыре раза СН4 вот он четыре раза а вот больше всего H2S видите H7 раз вот что значит ну вот интересный результат это отношение полутяжелой воды к обычной воде HDO к H2O он оказался у кометы Черюмова 1,56 на 10,4 это четвертое минус четвертое это в три раза больше чем в океанской вот эта линия это вода в океанах имеет такой изотопный состав астероиды вот все сколько мы знаем значит они дают тоже изотопный такой же как в океанах и некоторые кометы а вот эти кометы не должны приносить воду но я считаю что раньше когда 4,5 миллиарда лет назад все кометы образовались они имели примерно одинаковый изотопный состав за 4,5 миллиарда лет прошел произошел радиационный синтез эволюция некоторые вот добавился дейтерий и они видите поднялись над этой линией но это уже после того когда бомбардировка закончилась бомбардировка производилась я считаю вот еще когда они имели одинаковый такой же изотопный состав как в астероидах и в океанах ну а сейчас это все ушло и поэтому идут споры что кометы не могли занести но именно кометы главный источник льда солнечной системы но частично астероиды там 10 в кометах до 80% доходит количество льда в астероидах ну 5-10 но тоже достаточно воды именно они бомбардируют 4,9 миллиарда лет назад землю охладили ее потом впадины заполнили водой и создались вот эти условия комфорта вода кислород кислорода тоже было больше в начале поэтому и растительность была мощная и мощные животные но сейчас вот мы живем когда кислорода меньше вот именно как раз такое количество когда человек может существовать интересный результат по измерению магнитного поля значит само ядро не магнитное вот если мерить магнитное поле на самом ядре там оно 5 там 7 как в межпланетном пространстве а вот если мерить в образующемся хвосте это 100 нанотесла это мы еще результат такой же получили в 1982 году изучая комету Чурюмова-Ресименко плазменный хвост ее с помощью диффузионной модели которая дает возможность по профилям определить значение магнитной индукции у нас то же самое 100 нанотесла получалось а вот та же что в комете Галле я говорил где магнитная пустота вот это загадочное так сказать явление почему здесь нет магнитного поля с боков это все есть да вот видите до ходит до 70 а там даже до 100 нанотесла а здесь оно до нуля падает ну и теперь делаем прогулку виртуальную по ядру посмотрите какие вот это все кратеры ударные они просто деформировались в результате ну таяния движения льдов то есть дезинтеграции поверхностного слоя и мы видим такую уже форм четких таких ну как бы ровненьких симметричных нет все это уже искажено из-за вот такой дезинтеграции вещества вот смотрите тут интересные какие снимочки да вот это вот здесь такие ярусы посмотрите как они образовались такие ступеньки высотой там 300 полкилометра такие видите да ну тут он просто лед таял двигался образовывал такие может быть террасы и вот выравнивал некоторые участки выглаживал и получились ровные вот ядро вращается с периодом 12 с половиной часов ну вот такие структуры посмотрите вот это снимок цветной сделан с тремя фильтрами 989 740 нанометров вот реальный цвет кометы хотя он комета сама очень темная альбедо 5-7 процентов то есть очень черное тело одно из темнее чем поверхность луны хотя лунный реголит тоже 7% всего отражает а в кометах еще меньше вот это трещина 500 километровая ну вот такие структуры посмотрите вот когда таяли ледники и потом оно все как бы замерзало после таяния то образовывались все-таки как русло все-таки как русло рек пожалуйста посмотрите но это результат оттаяние и замерзание вот ну и дальше смотрим интересные посмотрите вот такая вот гора а это джеты вот видите перешейка шейки выбрасывается больше всего именно тут и вот интересный случай произошел в этом году 19 февраля это как раз день моего рождения единственный случай огромная вспышка которую засекли все приборы фон возрос в сто раз даже в ультрафиолетовом спектре он в сто раз то есть мощная какая-то вспышка причем совсем не связанная с солнцем вот видите тут все увеличилось значит в несколько раз вот тут даже указано точно время когда эта вспышка зарегистрировалась алиса это ультрафиолетовый спектрометр а также обнаружили увеличение газа и плазмы вокруг ядра это приборы разильной рпц а также в возе космического аппарата а также рост температуры ясно что вспышка как-то привела к повышению температуры на 30 градусов вот также увеличилось количество ударов смотрите почти 200 частиц пыли было зарегистрировано в то время как обычное состояние все время регистрировалось по 3-10 пылинки да то есть какая-то мощная вспышка и вот самое интересное что впервые вот я посмотрел что на солнце на солнце ничего особенного в это время не происходило очень маленькие даже магнитных бурь мощных не было вот смотрите это маленькие это всего вот это мощная буря если бы такая мы засекли 19 февраля то можно было сказать солнце повлияло а тут маленькие тут подъемы КП-индекс только 4 вот и главное что интересно засекли место откуда выброс вещества вот точно розетта нашла точку откуда был произведен выброс это впервые в общем такая ситуация наблюдается и регистрируется ну и самое тоже интересное удивительное может фантастический факт наконец-то нашелся филы который для этого аппарат разогнали провели его сперва где-то за 300-400 километров направили на ядро и он пролетел на 2,7 километра над ядром и увидел где филы лежит он лежит в расщелине вот его ножки две как бы в космос направлены одна конечно касается грунта а вот всего одна панель солнечная освещается этого недостаточно чтобы работали вот это очень здорово под занавес уже когда готовятся завершать то вот увидели все-таки где филы это колоссальный я считаю успех и большую работу проделали любители которые тысячи фотографий на земле снимая хвосты которые тянутся на миллионы километров в то время как ядро как вы знаете совсем мизерное маленькое это вот я тоже участвовал в наблюдениях в лесниках здесь плохо видно ну хвост примерно полмиллиона это 25 января была хорошая погода еще можно было снимать но все кто участвовал любители они получили вот да вот интересно видите сравнивать маленькое ядро которое находится вот здесь в центре розетта и ядро а вокруг него на 270 тысяч уже ну хвост тянется на 270 ну вот это чуть меньше если взять половину где-то 150 тысяч но на самом деле он продолжается далеко до миллиона то есть очень важно иметь полную картину всей кометы и знать что тут происходит в это время это даст возможность очень точную модель построить развитие активности образования хвоста и можно и комы вот такие сертификаты я тоже получил сертификат поддержки розеты за наземные наблюдения ну и наконец завтра что произойдет вот область ярыло мат называют это в честь египетского кровожадного бога вот будет произведена посадка где-то в центре этой области это перешейк вот я показываю ядро кометы вот здесь где-то шейка сюда посадят и если он не перевернется станет так что панели его будут свободно раскрыты и хорошо освещаться скажем солнцем но сейчас уже далеко от солнца уже не вырабатывается достаточная тока чтобы питать аппаратуру но в следующем появлении если она удачно сядет не разобьется будет опять работать вот эти панели солнечные фотоэлементы и некоторая аппаратура некоторые приборы заработают и можно узнать что произошло там за 6,5 лет на известно уже хорошо ядре кометы черевых ну вот я получил письмо от директора Жан-Жана Дарден директора еврейского космического агентства он сказал что вот он часто выступал по телевидению по радио он написал мы в публичных заявлениях я действительно хочу чтобы достижение миссии розетта ее научные результаты от посадки на ядрокометы черевых были признаны и получили престижную премию такую как нобелевская ну и когда все это будет собрано ну сейчас уже десятки ну тысячи по крайней мере статей опубликованы в Nature в Science в ведущих журналах вот для того чтобы подготовить оригинальную работу нужно собрать уже собраны эти данные в таком случае будьте уверены что европейская космичная включит в эту номинацию первооткрыватели Черевова и Герасименко как членов научной команды вот за коллайдер получила команда тоже там инженеры в общем какой-то коллектив вот будет номинированные результаты паразетии какой-то коллектив получит возможно дай боже может мы туда попадем вот ну данные вот заключение хочу сказать собранные в результате длительного почти значит сколько два года зондирования а так 10 лет происходило изучение этой кометы 12 лет 2004 а так если начинать 69 года 47 лет это изучается комета все это позволило вот эти данные наблюдать краткосрочные долгосрочные изменения впервые это все мы имеем такой уникальный документальный киноматериал можно что происходит в коме и хвосте особенно вот эти джеты результаты полученные развитое филами очень важны для вопросов касающихся истории солнечной системы а также представление дискуссии о том какую роль сыграли кометы в эволюции планет доставки конечно воды может и нет и может два я считаю что да и органических веществ что несомненно вот спасибо как вы считаете открытие комет нужно роботизировать или это некая рука судьбы там кому-то проведено открытие кометы а то что